Всем привет! В эфире канал Видео Охота. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен бумажным прокладкам, которые используются для снаряжения патрона лакоствольным оружием. Вот в данный вид я вам демонстрирую одну из разновидностей прокладок бумажных. Эта прокладка имеет свою толщину, можно назвать высоту прокладка. Используется эта прокладка на дробь ложится. Ее высота 0,5-0,7 мм. Вот в таком диапазоне такой толщины прокладка, высоты используется исключительно на дробь. То есть, как вы видите, я вам демонстрирую снаряженный патрон. Вот эта прокладка, на которой стоит маркировка четверка, вот она использована вот здесь, видите, наглядно. Ее толщина на 5-0,7 мм. Она используется для того, чтобы дробь не высыпалась естественно на зелезе. Это все понятно. Значит, сама по себе прокладка, которая используется для снаряжения патронов, имеет важнейшее значение. Значение важнейшее в том плане, что она, как я только что сказал, не то, что она используется для удержания дроби, но еще помимо этого, одной из важнейших ее задач, это сдерживание пороховых газов. Сдерживание прорыва пороховых газов через гильзу. Значит, после того, как засыпается в гильзу порох, на порох ложится прокладочка. Но прокладочка не вот эта вот одна. А прокладки есть специально еще на порох, толщина которых должна быть 2,5-2 мм. Но я, в принципе, в своей практике снаряжения использую 2,8-3 мм. Вот так. Это достаточно хорошо помогает при выстреле и препятствует прорыву пороховых газов. Если вы будете использовать вот такую вот тоненькую 0,5-0,7 мм, и будете класть ее на порох, то я вам сразу скажу, что выстрел у вас получится очень слабый. Резкости боя практически не будет. И дробь при попадании в дичь не будет осуществлять той проникающей способности, и вас будет много подрамков. Это я вам сразу гарантирую. Многие охотники во время своей же шахоты, попадая в дичь или в того же зайца, пух летел, а толку не было. Заяц бежал дальше. После того, как они стали использовать кладь на порох прокладочки толщиной около 3 мм, 2,8, результаты изменились. Заяц был бит, утка была бита чисто. Поэтому, если у вас нет вот таких вот прокладочек, допустим, бывают разные в жизни проблемы, и нет возможности, то можно вот с нескольких штук, допустим, взять их 3, к примеру, отдельности, и вот эти вот 3 прокладочки положить сверху на дробь. Это будет то же самое, что одна монолитная. То есть, в разнице особо никакой не будет. Поэтому, если нет одной толстой, используйте 3 вот таких тоненьких, ложите одна на дробь. Вот это вот, это поможет. Ну, сейчас я вам просто демонстрирую те, которые продаются в магазинах охотничьих. Но, длительное время я использовал самодельные прокладки. Вопрос в том, с чего их рубать. Ну, скажу сразу, есть разные охотники, которые по своему усмотрению рубают эти прокладки. Кто из кого? Некоторые, в принципе, используют обычные коробки с подобными. Я думаю, каждый из нас покупает обувь, поэтому у каждого есть коробка с подобными. И с нее, с помощью пожаробки, о которой мы, кстати, поговорим в дальнейших выпусках наших серии видеороликов, какие пожаробки есть, как их нужно правильно выбирать, с чего изготавливать и так далее. Об этом мы посмотрим в следующих видеороликах. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал видеоохота, то делайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить следующий выпуск. Так вот, значит, смотрите. По поводу вот этих вот прокладок. Это очень важный, как я сказал, момент. Значит, опять же напомню. Если нет монолитной около 3 мм, используйте, допустим, 3, 0,5 или еще там 4 положите, чтобы было плотненько. Если есть, используйте монолитную. На напорах ложите где-то 0,5 мм толщиной. Вернее, на дробь 0,5 мм толщиной прокладочка должна быть. Это вполне достаточно для того, чтобы удержать дробь, чтобы она не высыпалась. Это такие основные моменты, которые бы я хотел вам сегодня объяснить и показать на практике. На сегодня все. Если вам это видео было полезным, ставьте лайк. Если кто-то имеет свой опыт снаряжения, вырубки вот этих вот прокладок или какие-то другие прокладки ложит на дробь, либо на порох, пишите ниже в комментариях. Буду рад услышать. И может кто-то даст какой-то совет использования и применения вот этих вот прокладочек в своей практике охоты. На сегодня все. До новых встреч. Ждите следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok